Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Елена, я рассказываю вам о разных аспектах жизни Виталии. Как и во всем мире, у нас тут наступило 1 января, неожиданно, я бы даже сказала внезапно, и вместе с ним пришла обязанность выставлять фактуру электроника. Электронные фактуры, электронный счет, поэтому я попробую вам рассказать, что это такое и с чем его едят. Раньше все предприниматели имели вот такие вот, либо сами писали, берешь там на простом листочке в формате word, пишешь там такой-то, такой-то, должен заплатить столько-то, заплатите пожалуйста, и вот эта вот фактура, столько-то НДС, столько-то база, ну как бы не буду вас учить, либо вот такие вот уже готовые, которые заполнялись и, в общем, жизнь была простой. Теперь сейчас я вам покажу, как это выглядит сейчас. Есть у нас, допустим, вот трудяшка-предприниматель, да, вот с лопатой, да, он же работает и делает какие-нибудь, он выставил, сделал что-нибудь и выставляет фактуру, счет фактуру, выставляет конечному покупателю, вот, который, вот он получил этот подарок, услугу, либо какой-нибудь товар и очень счастлив. Вот, предприниматель ему выставлял фактуру и, а наш покупатель конечный платил денежку, отдавал, вот. И, в общем, так было, да, где-то здесь сидела у нас налоговая, да, такой вот полицейский. Ему нужно шапку нарисовать, вот это полицейский такой налоговик. И вот трудяшка наш должен был отправить копию, вот в тот момент, когда отправляют фактуру покупателю, должен был отправить фактуру, вот так у нас покупатель вышел какой-то грустный. Еще хуже, со слезами на глазах, ладно. Вот, должен был отправить еще копию сюда, в адженсе дентраты. Теперь сказали, что вот это все вот неправильно. Как должно быть теперь? Теперь агентия дентраты создала вот такое место, которое называется СИД. И теперь наш производитель, либо тот, кто оказывает услуги, должен фактуру отправить сюда в СИД этот. СИД по официальной версии, его обязанность проверить, чтобы фактура была в правильной форме, чтобы фактура была, имела все даты, все полностью заполнено. Вот ты отправляешь сюда даты, он таких дат и пожевал-пожевал, сформировал фактуру. И уже эту фактуру отправляет покупателю, конечному. И как бы официально он просто проверяет даты, тебе помогает, сохраняет, чтобы они не терялись. Неофициально он копию фактуры тут же отправляет в налоговую, это раз. А во-вторых, он сравнивает все фактуры, всю цепочку. Например, если это у нас фактура на 10 штук туфель, да? Туфли, например, вы продали, да? Туфли. Тогда СИД смотрит, должна быть фактура на пересылку, должна быть фактура на кожу. Да? То есть вы должны были закупить, и где-то кто-то, поставщик кожи, должен был составить фактуру и вам отправить фактуру, когда вы купили кожу. Если этого нету, этих... То есть он автоматически ищет. Если нету этих фактур, он тут же начинает стучать этому и кричать. Тук-тук-тук-тук-тук-тук, посмотри, нету фактур, а посмотри-ка, проверь, пожалуйста, производителя кожи, который обычный поставщик вот этого вот предпринимателя. Туфли-то пошиты, а откуда, а где кожа? Поэтому вот эта вот история с СИДом, это, конечно, все очень сложно и усложнит жизнь предпринимателей. Теперь, как это можно делать? Для того, чтобы можно было вот это все сделать, Агентия Диентраты предоставляет буквы... А, как это можно сделать? Например, вот, возвращаемся опять к нашему... Вот трудяшка, наш предприниматель, да? Вот. Он может... Раньше он выставлял фактуру, вот писал там фактуру, да? Вот такая-то сумма, такая-то сумма. В Word, например, да? Или PDF. Составлял, да? Теперь, как он может сделать? Он может либо взять специальный софтвор, загрузить на свой компьютер. Это его компьютер. И тогда софтвор откроет ему табличку. В эту табличку вносит все данные, там, количество товара, наименование, сколько стоит одна штука, сколько стоит всего, всего там 10 рублей. И тогда, вот, он вбивает все эти данные, выгружает из компьютера в формате... Сейчас я вам скажу, формат XML. В формате XML. И уже в таком вот формате может отправить в этот СИД. СИД. Тогда СИД вот ее обработает и отправляет покупателю. И вот такому покупателю. Который получил ваш товар или услугу. Вот такая вот история. Меня нет. Я прошу тебя, две минуты. И потом, что потом? Вы можете либо сами вот взять этот софтвор. Агентия Дентрата бесплатно вам предоставляет софтвор, который поможет вам вот это сформулировать. Либо можете это отправить вашему, в таком вот ворде, отправить вашему бухгалтеру. Так, бухгалтер у нас. Бухгалтер у нас с пузом такой толстенький. Да, что-то он странно. Вышел? В общем, бухгалтеру. Считаем, что это бухгалтерия. Здесь сидит бухгалтер. Вот вы отправили бухгалтеру, а уже он на своем компьютере ее превращает в АКМЛ и отправляет уже в СИД. То есть, понятно, что большинству предпринимателей покажется более приемлемой такая дорога. И она, конечно же, более простая. Но, внимание, штрафы получает не бухгалтер. Штрафы приходят на имя предпринимателя. Какие у нас сроки? У нас до 20 сентября... Так. Сентябрь. Ну ладно. До 20.09. Можно... Все обязаны выставить эти фактуры. Для тех, кто контрибуентомензилия, кто платит ИВУ каждые три месяца, нужно заплатить, чтобы не было штрафа. Фактура должна быть выставлена до того, как наступает облик в арсаменте ИВУ. То есть, если вы 20.01 что-то продали там вашему клиенту, то до... Сейчас я вам скажу сроки. До 15.02. Вы обязаны выставить фактуру, и тогда у вас нет штрафа. Нет штрафа. Штрафа. Если вы выставляете фактуру до 15.03. До... До... До 15.03. Тогда у вас штраф 20%. Ребята, 20% от стоимости фактуры. Это много. Если вы до 20 сентября не выставили, тогда этот штраф как будто бы вообще не была выставлена фактура. То есть, если выставлена фактура только в Ворде, а не выставлена вот в этом электронном виде, все равно считается, что вы ее не сделали. Так, теперь самые приятные. Самые приятные. Можно ли как-то всего этого ужаса... Да что же такое? Теперь важный момент. Можно ли всего этого ужаса избежать? И кто? Итак, из этого всего расклада, потому что это полный контроль, вот прям вот полный контроль, к которому вы должны быть готовы. Из этого исключены те, кто форфетарио. Режим форфетарио, там довольно высокий порог, поэтому проверьте обязательно. Очень многие из вас могут воспользоваться этим режимом форфетарио. Режиме до минимуми. И если вы продаете товар или оказываете услуги нерезидентом Италии, даже если это будет европейская фирма или европейский частный покупатель, или это вообще кто-то за пределами ЕС, вот нет обязательства вот этой вот электронной фактуры. Тогда можно по старинке самому делать фактуру ворд и самому отправлять ее в полицию налоговую. Вот, как-то так. Держитесь, ребята, справимся. Все, всех вас обнимаю. Всем спасибо за лайки, спасибо за вопросы. Спасибо, что подписываетесь на канал. Оставайтесь со мной. Всех обнимаю. Пока-пока.